Доброго времени суток. Вы на канале KW. Рад вас приветствовать здесь. На чем мы тут остановились? Собираем мы тут войска. Что у нас здесь? Тоже собираются войска. Здесь мы удерживаем гуннов. Ага, янтами мы еще не ходили. Значит, походим. Провал. Отличное начало. А этим мы уже походили, да? Давайте будем дальше напрягать врагов. Успех. Давайте еще раз по ним же пройдемся. Критический успех. Что тут у нас осталось? Не густо. Это хорошо. Кстати, что у них тут с боевым духом, интересно? потребление пищи минус 5. Богатство плюс 5 от всех построек орды. Плюс 5 процентов. Ничего интересного я смотрю. Тут у них нет. А, вот. Общественный порядок минус 3. Рост минус 5. Эффект. А, ну это понятно. Они же в налете находятся, поэтому и штрафы у них такие. О, персонаж. Защита в ближнем бою минус 10 для отряда полководца. Боевый дух минус 7 для отряда полководца. Супер у них, конечно, полководец. Ладно, у нас есть 8 тысяч заход. И надо отстраивать наши поселения. И параллельно с этим собирать новые армии для того, что я думаю, вот эти два стека останутся здесь. Вот. Хотя, конечно, перебросить бы какую-то... Ну, как бы, чтобы наш король мог воевать дальше. Потому что он тут прикован с этими гуннами и не может никуда выйти. Я думаю, сейчас мы соберем какие-то войска здесь. И где-то мы тут еще, наверное, вот в салоне кого-то сейчас будем набирать еще. Давайте, наверное, пару анаграфов и еще одну упаковку стрелков. Тут у нас цель стоит на Сисции. Итальянцы, я думаю, тут справятся с завоеванием. О, 23 тысячи. Нам надо пойти и... И... Наверное, вот этим вот полководцем сейчас сходим и попробуем отстроить вот это поселение. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Хотя, наверное, из-за того, что у него мало войск, там будут много денег требовать. Ладно, успеем еще восстановить. Кстати, хотел еще раз посмотреть наши условия победы. Ну, малая победа 424-й лета мы уже не выполняем. получить указанную сумму денег от всех зданий 30 тысяч. У нас 17. Давайте, культурная победа тут вроде еще сносная. Такие требования. 45 поселений, сейчас 16. Где мне, конечно, набивать эти 45 поселений? Возвести 6 или более построек. большой город, зал старейшин, медовый зал, поля с ирригацией, рыночная площадь, производство гипса. И где мне этот гипс? Да что такое? Да уж. А что мы сейчас исследуем? Небось военную технологию. Да, 4 хода осталось. Непонятно, зачем мы вообще исследовали. А, там у нас задание, по-моему, какое-то было. Ладно. Давайте посмотрим, что за... как эта постройка называлась? Производство гипса. Кстати, военная победа, 60 поселений, кучу всего еще надо захватить. Большой город, жилища военачальника, гильдия кузнецов, военный порт. Победите не менее 20 разных фракций, захватив или уничтожив их последнее поселение. Либо сделайте их своими данниками. Ну да, круто. 20 поселений, это, конечно, здорово. Ладно. Так, гипс, что-то там нам про гипс заговорили, да? Мастерская скульптора, большой мраморный карьер, хорошо, ладно, а где ж это? Так, это у нас, по идее, ресурсы, краски, дерево, мрамор, шелк, меха, оливки, самоцветы, свинец, железо. Ладно, это я так подозреваю. Где-то, где-то, где-то ремесленники, наверное, какие-то должны быть у нас тут. Залежи свинца тоже не сюда. Это, наверное, где-то здесь. Торговый склад, рыночная площадь, это то, что нам надо построить. Раз, янтарный рынок, дом торговца янтарем, зал старейшин, медовый зал, вот это нам тоже надо построить. Мы, в целом, можем это сделать. замок военачальника. Так, а где же этот гипс? Ремесла. Корзинщик. Ага, вот, производство гипса. Ага. Супер, зачем только нам это здание надо? Ну, ладно, придется где-то сейчас лепить. Я думаю, что это будет вот где-то здесь. Давайте тут наверное будем рыночные лотки создавать. Так, здесь наверное мы перестроим. Так, это что нам тут надо? Где оно? Касторез, производство гипса. Глинник, то есть нам нужен здесь. А вот он, он глинник. Давайте тут его построим. Так, и что нам еще там надо было? Зал старейшин, медовый зал, поля с ирегацией, поля, где-то у нас тут были поля. Кстати, что тут у нас? Каналы. Понятно. Вот поля, поля с ирегацией. Что нам надо для этого? Кабалы. Это кто-то? Вот оно. Отлично, будем следующим делом изучать это исследование. и вот потом, наверное, местную знать будем. Большой город нас откроется. Давайте, наверное, будем развивать наше поселение. Так, здесь уже строим. Здесь медовый зал. потребление пищи минус 100. Да, с продовольствием у нас тут как бы не очень. Надо нам, наверное, здесь отличную кавалерию можем нанимать. Ну, да. А ну-ка, давайте мы, наверное, да, мы тут уже вот это все дело отменим, наверное, и перебросим эти войска. Нет, нет, нет. Спустим их на воду сначала. Вот так вот. А теперь вот сюда. А так вы никак не дойдете? Хотя бы стать где-то здесь. Оп, вот где-то что-то тут было у нас только что. Да что такое? Да не... ой, ё-моё. Ну, что такое? Да не хочу я так плыть, хочу вот так плыть. Да ладно, пускай уже так, короче, плывет. Дальше. А здесь у нас что? Кстати, что у нас здесь с продовольствием? 25,58, мало. А, ну вот построим вот это здание и будет все хорошо. А, или можем тут перестроить в поля. Нет, зачем смысл нам это делать, да? Так, что нам там еще надо было? Зал старейшин, медовый зал, поля с ирригацией, рыночная площадь, ну, в целом, большой зал. Так, зал старейшин еще мне интересен. Это, наверное, где-то здесь. Зал военачальника, жилища военачальника, зал старейшин. Тоже можем построить. Давайте, наверное, это, по идее, большой зал. Вот и скорость исследования нашей увеличим. Оно одно, ну да, минус 50 продовольствия, что там, что там. Да, давайте, большой зал. По идее, следующий будет зал старейшин, да. Это хорошо. А ну-ка, здесь, в этом регионе. Нам бы тоже, наверное, максимально, ну, тут нечего, как бы, строить такого, ничего нету. А тут, ну, тут у нас еще все в процессе. Германские налетчики. Ну, можно построить здесь дом резчика по дереву. Будут германские лучники у нас здесь для найма. Ну, нужны ли они нам? Они тут у нас и так есть. А, это в этом поселении. Ну, да. Ну, ладно, пускай пока, наверное, так все остается. Агент, что тут? Агент у нас сюда не дойдет или дойдет? Нет, не дойдет. Сюда не дойдет, сюда тоже не дойдет. Ладно, здесь нанимаем войска. Хотя, эти анагры нам тут тоже. Наберем копейщиков, наверное, побольше. Вот так вот. И здесь, наверное, тоже будем собирать войска. Слегка не в себе, но не страшно. В целом, минусов у него нет. Так, а что у нас тут с кавалерией вообще? Как-то она развивается? Нет, не развивается. Давайте строим четыре хода. Заодно и продовольствие наше увеличим. здесь, наверное, тоже построим вот так вот. Будем увеличивать продовольствие, а тут потом построим что-нибудь для санитарии. А может, общественный порядок попробуем улучшить. Будем смотреть по обстоятельствам. Так, 14 тысяч, вот мы уже как бы кучу денег потратили на все это дело. Хотя я могу этими войсками сходить вот сюда, но неизвестно, какие будут последствия, потому что вот эти товарищи, по-моему, с легкостью смогут пройти... А, нет, они за один ход, по-моему, не дойдут до этого поселения. Можно попробовать рискнуть, как бы восстановить этот город. Заодно у нас мы с этого поселения по идее сможем бегать и в Сирме, и в Салону, если что, прикрывать. С другой стороны, если один из этих стеков нас атакуют, осадят эту крепость, то остальные смогут запросто мимо тут пробежать и как бы наделать нам белов. Ладно, давайте здесь тоже собирать войска. Так, вот, по сводке. по сводке у нас тут ничего такого интересного нету. Давайте пропустим ход. Срок службы у Гейла Мира закончился, давайте его снова посадим на какую-нибудь там должность. Хотя он и так тут уже, по-моему, неплохо сидит. что это? Валия. Так, а кто у нас тут? Гейломир, да? А, не может он сейчас выполнять какие-то... Так, и Валия, что ты хочешь от меня? Скучный, понятно. но в целом хорошие показатели. Давайте попробуем его усыновить. И у нас тут на юге образовалось вот это вот чудо. А что у нас тут в Каринфе? А, тоже неплохо сидит и небольшой... О, отлично. Я думаю, отобьемся, если вдруг эти товарищи захотят на нас напасть. Что у нас по сводке? Война объявлена Сакс и Испания, генд разоблачен, смена религии Грейтунге, враг нарушил границы, это мы уже видели. Смена религии Британия, снос, где у нас снос? Отлично. Здесь колодец, наверное, построим. Хотя, что у нас тут? Плюс 2, плюс 2, будет минус 2. Ну, как раз по нолям. А, еще и здесь будет, да, вовремя мы строим колодец. Строительство завершено. Хранилище. Хорошо. Здесь тоже перестраиваем. Новая особенность высшим здоровьем. Хорошо. Перебои с правдовольствием в Панонии устранены. Отлично. Повышен ранг Теодорих. Это наш губернатор. Губернатор. Давайте. А, так не понял. Это, наверное, еще с прошлого этого хода осталось. Ладно. что у нас тут по найму. Здесь мы набрали немного войск. Здесь тоже набрали. Сразу у нас 6000 вместо 8 заход. Продолжаем дальше. Оп. Кто это у нас такой? Атила. И что же ты тут у нас забыл, Атила? помехи в армии, дезинформация войск. А я его ищу. Думаю, где это его носит? А он тут у нас под боком сидит. Помехи в армии, давайте. Провал, молодец. Помехи в армии, изнурение, провал. Да, Атилу что-то они не хотят мучать. Успех. Хорошо. Отлично. Как же они так вот под... Да, эти уже восстановились. Быстро, конечно, быстро. Ладно. Тут мы приплыли. Так, так, так. Можем бонус коневодства. Ну, давайте сделаем такой бонус. И что у нас тут с кавалерией? По идее, у нас тут выбор должен быть небольшой. Германские пикинеры, погодские пикинеры. Ну, да, очень плохая броня. Здесь шанс защиты от стрелков плохой. Высокое здоровье, отличное усиление натиска. Да, уж странная кавалерия. Боевый дух 42, 44, скорость. У этих скорость побольше. Ближний будет 25, урон в ближнем бою 10. Тут в основном, я так понимаю, усиление натиска играет большую роль. А так они, по сути, как бы, можно сказать, одинаковые. налетчики, знатные водские пикинеры. Угу. Угу. Где там, задные водские? Да. То есть, нам надо пикинеров водских набирать. Ну, давайте возьмем тут несколько отрядов водских пикинеров. вот так вот, 4 штучки. Хотя, наверное, мы это сделаем на границе уже. Чтобы вот так вот, наверное, пройдемся и здесь уже наберем. вот так вот. Так, строительство у нас идет полным ходом. Тут тоже строительство идет. Отлично. Отлично. Здесь можем построить... А, с продовольствием у нас тут беда. Да, надо ждать пока исследования мы закончим. Ладно, здесь тоже набираем войска. Набираем, наверное, тоже кавалерии нам надо. Вот так вот. Здесь наберем наверное еще копейщиков. Вот один анагар возьмем. И сколько там, пару отрядов копейщиков. Да, и как-то надо уже вырваться отсюда, потому что эти гумны, эти стали тут туда, не сюда, конечно. Воевать не с кем больше, непонятно. Я так понимаю, где-то здесь еще один, еще одна армия гумнов стоит. Так, а что она у нас? Вдохновляем население. ничего. Здесь у нас тут я думаю, пока что можно ничего не трогать. Ого, продовольствие 155. 8000, перестроить поселение. Ладно, потом перестроим. Посмотрим, что у нас в Таринте. Тут тоже надо местное знать, а местное знать за деньги будет изучаться 10 тысяч. Но надо ждать, в общем. Пока мы сделаем все необходимые исследования. Вот так и чешутся руки атаковать этих гумнов. Ну, это же будет беда. Кстати, мы тут еще агентов нигде не можем никаких нанимать. Тут, к примеру, не можем. Тут можем пополнить проповедь религией и ее знамение плюс 4. Давайте наберем этого агента. Кто она, что она. Нормально. И здесь, по идее, если мы тут рыночные площади строим, то должно у нас рыночные лотки сахладатай должно появиться. Ну, здесь, я думаю, ничего у нас. А, нет. Воитель три из трех мы уже взяли себя. Что у нас тут свеба? Свеба, тишина, спокойствие. Это хорошо. Ладно, кстати, сейчас посмотрим еще. Нам надо было для Венетию захватить. Вот это поселение нам надо отстроить. Вот куда мы сейчас деньги начнем вкуривать. Ага. Заброшено вот это еще поселение. Хорошо. Аквилия итальянцев. Хорошо. Наверное, со следующего хода побежим отстраивать это поселение. А пока что наверное пропускаем ход. Теодорих, губернатор, продовольствие. Да, давайте тут продовольствие по максимуму и пропускаем ход. Фракция уничтожена, западно-римские сепаратисты. Понятно, клевета. Подкупаем его, у нас уже влияние там не осталось почти. Воссоединение. Валя присоединился, баланс сил 55. Да, надо воевать нашим королем, а он как-то вот это застрял. А вот тут еще войска гуннов, это кстати тот стек, который разгромил нас. Так, давайте вот помехи в армии. Наверное, концентрируем наше внимание на одном каком-то войске. Провал, да что ж такое. успех. Так, где-то у нас тут еще один герой. Провал, но это плохо, очень плохо, что-то конечно наши агенты вообще не хотят действовать. Шанс убить цель. Ну ладно, давайте что-то им тут. Перестрелки, потери врага, чужая армия, давайте. Потому что это они так скоро восстановят свои силы и запросто нас могут атаковать. Так, у нас прибыль заход уменьшается, смотрю. Кстати, агент тут бегает эти войска. Так, кто это вообще такие у нас? Африка. Что они хотят непонятно. Ну, что-то хотят точно. Ну, да, фессалоники не по зубам будут. Перебросим, наверное, этого агента сюда. Так, здесь у нас собраны войска. О, отлично, мы еще и дойдем до Ровены. Давайте отправимся сюда. 11000, давайте колонизируем это поселение. Сразу строим крепость здесь. Ну, неплохо, по-моему, плюс одно еще поселение. Что у нас тут с орианства 07, малое. И что-то еще там, я смотрю, манихейство тоже тут процветает. Понятно. Да. Тут войска набираются по-чуть-чуть, понемножку. Давайте еще соберем. Лучники, не лучники. Их же защищать тоже чем-то надо. Куча копейщиков тоже не вариант. Давайте еще парочку лучников. Копейщиков, наверное, можно, конечно, еще годских пикинеров взять себя. Ну, ладно, пускай пока так будет, наверное. Где у нас тут еще войска собираются? Вот здесь. Вот здесь. Вот так вот, наверное, и остальное все копейщики. так, вроде все. Конечно, да. Умны тут собрали. Уже по атаковали и не мучали вот это ни себя, ни меня. Только главное, чтобы они брали уже, пошли на осаду, а не просто взяли в осаду и сидели бы тут долго и нудно. не пойдет нам на помощь никто, да? Жаль. Жаль. Ну, подождем немного. Сейчас посмотрим, кстати, может, эти войска тормознем тут? Что у нас тут здесь? Тоже вроде бы хорошо и в то же время не очень. А этот агент что-нибудь тут может сделать? Помехи в армии, проповедь конца света, понижение боевого духа всех отрядов указанной армии. Ну, потом как-нибудь потом. Что у нас по сводке? Мы там что-нибудь построили? Строительство завершено. Малый город. Отлично. Хорошо. Что у нас тут, кстати? Продовольствие минус. Давайте построим хозяйство здесь. Снос завершен. Это тоже здесь же. Несезонные условия. Наборные отряды. Замаскированный агент раскрыт. Где-то Италия. Нехватки пищи панония. Агент разоблачен. Повышен ранг. Нива уже повысили. Поселение захвачено. Понятно. Пропускаем ход. Восточно-римские сепаратисты просят у нас права прохода. Ну можно можно даже попробовать. Давайте. Государственное дело. Капитан наемника. Ну это наемники не холодно не жарко. Попросим скидку у него. Может что-то выгорит. Так здесь ребята стали. смотрю. Здесь дохнут по чуть-чуть. Пускай дохнут. А здесь мы агентом наверное поработаем немного. Если получится конечно провал. Бестолковый агент конечно. Давайте здесь тоже пробуем. По максимуму проработаем эти войска. Критический успех. Отлично. Давайте еще разок. Помехи в армии изнурения пущенная возможность. Ну и тебя остановим. Пущенная возможность. Да что же вы за агенты такие. Эта дамочка не дойдет я смотрю да. Плохо. Так здесь поселение мы восстанавливаем. Я думаю оно если мы выйдем отсюда минус 17 нет придется сидеть. Что у нас где-то у нас тут еще войска собираются собрались да. Пойдем наверное их сейчас сюда передадим соберем один хотя зачем да. А если мы ладно что сидеть давайте попробуем атаковать вот эти войска да пожалуй я думаю сейчас королем буду атаковать а эти войска переброшу сюда в сирмий поехали задолбали меня эти гунны ой отлично как ну давайте попробуем вручную с ними сразиться надо тренироваться как-то в войне с гуннами отлично я смотрю поле для боя куча растительности ждем пока туман пройдет туман стоит дождь еще лучше туман ну в общем давайте туман так туман это конечно не хорошо потому что мы увидим противника уже прям перед собой веселое сражение чувствую будет выстраиваем впереди как всегда наших копейщиков кавалерию поставим наверное по два отряда вот так вот в тылу полководец пускай где-то здесь подальше стоит чтобы его не достали вдруг хотя у них анагры есть думаю запах нас достанут если захотят да ну в лесу я еще у меня не было сражений ох мы еще и в низине тут такой стоим вообще чудное расположение конечно они нас сейчас с холма будут обстреливать да что такое не везет и как с этим бороться да ну вот здесь тоже какая-то возвышенность есть сейчас попробуем перестроиться может как-то вот так вот стать таким фронтом хотя тогда на санагры будут обстреливать успешно а назад отходить тоже нехорошо ладно давайте начнем сражения в общем все-таки перестроить наши войска хотя с другой стороны тоже дергаться сейчас у нас сейчас кавалерия ни с того ни с сего захватила врасплох тоже не очень хороший вариант вообще наверное вот так вот их поставим кавалерия вот сюда назад мудрые люди давно бежали вы перед нами ну сейчас посмотрим какими примерами мы разобьем этих немудрых якобы людей что у них за способность меткий выстрел плюс 50 урон снарядами ну ладно сейчас посмотрим как это все сработает наверное их вот так вот и рассредоточим их то есть это они станут у нас ого ну как-то так наверное пускай становятся кавалерию немного отведем назад тоже светятся тут стрелки дозорные заметили врага ну ну а еще мы на них напали они вообще сейчас могут встать и дожидаться пока мы к ним пойдем ладно давайте отправим пару отрядов кавалерии побегать немного раз они стоят нас они не видят я смотрю вообще ни один отряд из наших они не обнаружили так где же они тут наверное мы нашу кавалерию по одному флангу сейчас запустим ага вот еще вражеские войска стоят ждут лучники наверное давайте назад построимся и вот сюда припят этого фланга сейчас их как-то попробовать обходить и наверное запустим наши основные силы а вот сюда вот так вот наверное на парководце пока ну здесь тоже в лесочке оставим так никого не забыли вроде нет она тут сейчас наверное они немного постреляют что-то у них кавалерия ну это кавалерия но бросаться на нее сейчас тоже мне не очень хочется что наши лучники куда они там могут стрелять где они кстати у нас а давайте ближе подходим так кавалерия в атаку противник нашел нашу засада давайте их атаковать сразу начнем пошли в атаку ребята в атаку прячутся да нехорошие люди так где наши лучники так не стоим в атаку ребята в атаку забираем вот эту конницу и погнали их лучники вперед это радует и погнали разбрасывать их стрелков ох я сейчас вас нарублю ой нарублю так нарублю отлично нет заходим 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 вот так вот в тыл заходим два отряда сюда два отряда сюда вот и что-то со звуком какая-то беда случилась погнали немного эту кавалерию сейчас погоняем в атаку один отряд туда второй сюда сюда два в догонку что-то со звуком какая-то беда вот так вот нет ребята я вас сейчас поруплю обеда немножко самая малость так я надеюсь что он уже не сбежит этот стек но это конечно приведет к тому что придут еще парочка таких же которые стоят под нашим поселением и не дают нам двинуться с места но я думаю что это близит скажем так какой-то приблизит нас какого-то я не знаю на финишную прямую скажем так выведет будет понятно то ли они нас атакуют то ли то ли они так и будут в игру сидеть там под поселением и не тронуться с мест ну ладно завершаем битву вот такие вот теперь с нашей стороны 300 грубо говоря с их 800 убит пленных да как так они еще отступили куда-то что тут от них осталось вот это вот да ладно давайте сделаем такой рискованный шаг а хотя стоп а этот товарищ добегает до них да да наверное полностью добьем эту армию автопоем атакующая тактика и все на этом минус один стек волн ну это конечно такое дело что к нам сейчас еще два вероятнее всего а эти войска перебрасываем сюда в это поселение я думаю что вот эти армии не смогут дойти сюда за один ход даже если они осадят мою крепость тут переправа через эту реку не такая простая как может показаться кстати что надо 9000 хорошо 9000 будет вам 9000 так здесь давайте плюсы для кавалерии для нашей сделаем и чтобы еще такого защита в ближнем бою для пехоты тоже неплохо атака тоже хорошо вот защита в ближнем бою подчиненные войска то есть для всех давайте наверное сделаем а что у нас тут налоговая ставка нет не надо давайте вот так вот сделаем пускай будут бронированные у нас такие ребята вот тут мы вроде уже все как бы сделали что могли единственное что так вименаки у нас же в этой провинции мы наверное вот эти войска перебросим вименаки так оно будет я думаю лучше о и вот нашего агента тоже сюда перебросим поближе к врагу куда-то вот хотя наш у нас не может ничего тут сделать давайте тогда ну да так и стоит наверное наш у нас вроде выполняют уже какие-то функции да на следующий год должна продвинуться так здесь войска ну вроде набраны не знаю оставлю наверное это поселение все-таки италии сам потом завоюю вот это вот заброшенное определение себе заберу так ну тут вроде все строительство идет исследование один ход отлично кстати что у нас тут окружение личное влияние плюс два надо что-нибудь интересное сюда поставить спроченность плюс пять на чужой земле художник общественный порядок а ничего такого интересного я смотрю и нету щит щит нам тоже не очень вот балует дух плюс десять на своей союзной земле это хорошо рост поселения нам тоже не нужен стоимость трейда спехи плюс пять для отряда полководца вот наверное вот так приготовим его к сражению с гуннами по идее должно тут выползти еще два таких стека но это будет конечно веселье рискуем быстро закончить кампанию но тем не менее я думаю будет красочная битва так посмотрим на вот этих ребят очень легкая пехота ближнего боя есть стрелковое оружие отличный урон сквозь доспехи я думаю что можно парочку отрядов взять таких бойцов так и наверное мы все таки возьмем еще пару отрядов лучников а может даже и не пару можно даже вот так вот взять и потом наверное еще возьмем анагры нет анагры не нужны нам возьмем может взять себе лутский боевой отряд да давайте пару отряда вот так возьмем так ну сводку мы вроде уже просмотрели тут строительство у нас лаза новая фракция проявляется доклады битвы новая в окружении кольчуга а вот тут к нам еще плывут ребята что-то им там видимо скучно сидится у себя в Африке они решили к нам сплавать ну ладно посмотрим надеюсь они нам не будут сейчас объявлять войну так тут силы наши восстанавливаются ладно пропускаем ход фракция уничтожена Испания задание выполнено ага военная битва скорость следований плюс 20 для военных технологий оно нам надо да государственное дело меч гордость воин однако столь драгоценное оружие не может не вызывать раздора ваш племянник утверждает что у него украли меч обвиняемый все отрицает давайте посмотрим какие у нас там варианты есть решение этой проблемы сделать новый меч разрешить спор приведем сюда обеих и выясним кто виноват давайте сделаем так пускай разбирается кстати надо женить нашего короля то как там так сам себе вот смотрю тут ребята эти пошли на море агун очень нехорошие люди я бы конечно выразился по-другому но эфир не позволяет эти нехорошие люди сейчас мы тут уже навыки сделаем вот так вот наверное сожгли поселение что очень нехорошо для нас плюс еще кто это такие ну смотрю неплохой такой полководец с четырьмя этими рангами с четырьмя звездочками суровый прям дядька ну смотрю тоже побитые войска а здесь гунны решили осесть тут я смотрю не хотят они особо тут куда-то бежать тогда мы к ним побежим побежим вот наверное к этим войскам аттилам да мне кажется еще тоже действие самого аттилы мешает нам нашему успеху вот провал а попробуем вот этого рядом который тут осел в своем таборе тоже провал да что такое помехи в армии давайте еще разок успех ну как бы не очень хорошо один успех и два провала статистика конечно оставляет желать лучшего что у нас с постройками появилась фракция испания она понятна возведены постройки стадо скота вот отлично то есть здесь мы теперь можем улучшить вот эти войска плюс мы тут по идее тоже можем нанимать копейщиков наших точнее пикинеров ну и ладно пикинеров мы потом наверное как нибудь наймем огражденные поля так и что у нас тут вообще с продовольствием все хорошо общественный порядок тоже ничего вроде рыночные лотки торренте и будем их дальше так а что нам там надо рыночные лотки рыночная площадь где эта рыночная площадь торговый склад дом так стоп торговый склад нам нужен да поехали торговый склад тут хозяйство мы построили в сирме да что такое дальше дальше будем строить пастбище денег нету да хотя что у нас тут с продовольствием 44 до свидания пастбище купим деньги сколько тут надо 9000 ладно отправим наши войска пока на пополнение так здесь здесь мы собрали уже почти армию пускай наверное так пока и остается о у нас же тут еще флот стоит который по сути мне уже и не нужен если бы его сейчас распустить ох какой у нас тут большой огромадный просто плюс еще был бы а с другой стороны мы можем его перебросить в равену тем самым улучшит здесь общественный порядок а вот эти войска пойдут и посмотрят что надо для восстановления вероны 12000 отлично посидим пока наверное в равене так исследования давайте наверное кабалу это выучим семейные мастерские но нам надо местную знать потом изучать за эти 8 ходов надо накопить денег чтобы потом сразу не простаивать сделать это исследование и по идее оно нам должно открыть все необходимое что нам надо для вот этой вот победы это большой город нам нужен да что такое большой город где мы тут это у нас город а это большой город и надо местное знать то есть если мы сделаем это исследование то мы можем на этом и остановиться в гражданской в гражданских технологиях и допустим что нибудь из этого 16 ходов очень долго так а если мы сейчас у нас скидки 20% грубо говоря если мы сейчас попробуем вот это исследование произвести изменение плюс 1 10 ходов 18 ходов вместе с этим с этим 19 ну да немало получается у нас тогда эти скидки получаются ни туда ни сюда тоже нехорошо шли-шли а по итогу и оно нам и не надо 10 ходов это сколько у нас лет по 4 года 3 с половиной получается три с половиной плюс здесь еще два точнее отчет три с половиной два с половиной плюс здесь еще два да в целом как бы вкладываемся да давайте наверное воспользуемся скидками изучим военные технологии а потом уже будем заниматься гражданскими да сколько у нас кстати поселений 17 да недалеко мы так продвинулись где-то вот это у нас нет аттила вот это у нас как бы так насолить а или пойти солить этим уже что ли не дойдем да за один ход да кстати нам же тут надо отстроить вот это поселение которое сгорело и здесь вот это и теперь еще вот это ну короче супер денег надо очень много их становится с каждым разом все меньше и меньше я думаю что это последние войска которые мы тут наберем и наверное будем перебрасывать эти армии сюда восстанавливать это поселение это это то есть раз два три четыре четыре поселения еще можем восстановить ладно пока давайте пропустим ход никто ехода капитан наемников скидки наемников минус 25% здорово отказ контроля то что такое не хочет никто выходить замуж за нашего короля давайте еще раз попробуем найти жену давайте 2% я думаю ничего не поменяют так гунны отошли немного этих гуннов мы что-то не видим тут продвинулась наша провидица давайте вот так вот что-то сделаем потом так и здесь я думаю все-таки стоит отправить агента и посмотреть где же эти войска гуннов стоят а войска гуннов ох как тут здорово все раз два три четыре пять пять стеков супер и здесь еще три а где же они по карте компании ну да получается показывают аттилу как главу понятно ну что ж я думаю что на этом этапе мы закончим данную серию давайте ваши советы в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на канал до новых встреч